Сочи приступили к масштабному ремонту дорог. Из краевого бюджета на эти цели выделено 580 миллионов рублей. Новые чартеры и отдых по прошлогодним ценам. Соглашения о дружбе и сотрудничестве подписали главы Сочи, Уфы и Челябинска. В Сочи сокращается количество стихийных свалок. Первый замглавы города Мугдин Чермит оценил обстановку с воздуха. В Сочи собрались лучшие яхтсмены страны. На курорте Данстарт новому сезону Национальной парусной лиги. Краснодарский стадион «Динамо» должен быть сдан к сентябрю при любых условиях. К такому мнению сегодня пришли все, кто имеет отношение к возведению легкоатлетической арены. На строительной площадке сегодня побывал вице-премьер Виталий Мутко и губернатор краевения Мин Кондратьев. Все работы там были приостановлены из-за разногласий собственников. Однако перенос сроков окончания реконструкции больше недопустим, отметил Мутко. Надо разблокировать и завершить стройку. Самое главное, пока мы выясняем отношения, остадают в первую очередь и спортсмены, и жители Краснодара. В любом случае у нас остается задача в сентябре открыть ядро легкоатлетическое, чтобы могли отпраздновать юбилей этого стадиона, прославленного стадиона. Здесь очень много выдающихся советских и российских спортсменов. С проверкой вице-премьер России и глава региона побывали также в Центре подготовки по плаванию и тренировочном зале гандбольных команд. После участники объезда оценили работы на стадионе Кубань. Там сейчас ведется реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира. Футбольное поле будет одной из тренировочных баз для спортсменов. Масштабная стройка развернулась и в районе баскет-хола. После ее окончания в Краснодаре появится дворец водных видов спорта. По проекту предусмотрен большой бассейн для синхронного плавания и водного пола, а также вышка для прыжков до 10 метров. Здесь есть мощнейший спортивный кластер. Мы видим здесь, в общем-то, вложился край. И, конечно, это тяжелый такой большой объект, который требует свое завершение. Но договорились, что сейчас будет в течение месяца переосмысленно. Здесь еще раз и сметная окончательная стоимость, и возможности края. И я думаю, что мы, может быть, во следующем году финансово окажем поддержку для завершения этого объекта, как минимум 18-19 год. По каждому строящемуся спортивному объекту было детально проработано механизм финансовой поддержки, дальнейшее завершение. И вот в эксплуатацию этих строительных объектов, что, хочу сказать, безусловно, позиция, и Виталий Ивановича, и моя, совпадает там, где спорт, там жизнь, а там, где строительство спортивных объектов, там жизнь будущих краснодарцев и здоровое будущее, а может быть, и будущее высоких спортивных достижений. Проинспектировала делегация и темпы строительства учебной площадки Кубанского университета физической культуры. Там разместится поле для игры в футбол и регби, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков в длину и толкания ядра. Виталий Мутко отметил, что возможность тренироваться в этом спорткомплексе должна быть не только у студентов вуза, но и жителей ближайших микрорайонов. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. 3,5 миллиарда рублей на самый масштабный за всю историю Краснодара дорожный ремонт. В ближайшие два года в краевой столице в порядок приведут почти 150 километров дорог. Об этом стало известно во время объезда по городу губернатора, края и мэра Вениамин Кондратьев и Евгений Первышов на себе испытали езду по разбитому асфальту. Подробности у наших краснодарских коллег. Ограничение скорости на улице Новороссийской в Краснодаре 40 километров в час. Но разгоняться здесь водители не рискуют. Опасно для автомобиля. Дорога ужасная. Ужасные ямы. Пробиваем колеса и диски. Вы знаете, дорога безобразная. Едешь и плачешь. Часто приходится ездить? Часто приходится ездить. Работаю в такси, постоянно езжу. Ужасно просто. На эту улицу в краевую администрацию ежедневно приходят десятки жалоб. Прочувствовать все прелести езды по разбитой дороге мэру сегодня предложил губернатор края. Чтобы оценить ее состояние, экспертам быть не обязательно. Все, как говорится, на поверхности. Что тут не рассмотреть из окна автомобиля? Тут все ясно. Эти ямы, колдобины, грязь. Мы и так не едем. Мы стоим еще. Обратите все внимание. Одна и та же улица. Только половина ее в нормальном исполнении. А вторая половина в ямах. Вот как это объяснить сегодня обычным краснодарцам? И жизнь здесь становится, вы поймите, жизнь здесь останавливается. Потому что и настроение у человека падает до уровня глубины ямы, которая на этой дороге. Не лучшее настроение у водителей и на улице Тургенева. Центр города. А вместо дороги, как говорят автомобилисты, направление. На кочках даже в пробках стоять неудобно, подмечает Вениамин Кондратьев. Это просто неуважение и к себе, и к жителям Краснодара. Это в корыте. В корыте это не дорога. А если дождь? А если какая-то, допустим, ненастья? Здесь просто чтобы еще и плавать приходится. Губернатор и мэр проехали по самым загруженным и одновременно самым разбитым улицам Краснодара. В ближайшие два года на городские дороги выделят больше трех с половиной миллиардов рублей. За это время ремонт сделают на 86 участках улиц. Это примерно 150 километров. Таких масштабов в истории краевой столицы еще не было. За эти два года, я думаю, что город поменяет свой облик кардинально. Кардинально. Потому что это в первую очередь включены те улицы и те дороги, по которым движется общественный транспорт. Но, коллеги, надо понимать, что для горожан это будет определенный транспортный коллапс. Потому что если мы начнем в одном моменте этот ремонт производить, тогда надо понимать, как людям объезжать, в каком направлении двигаться. Должны быть транспортные схемы разработаны. Схемы движения на время ремонта планируют разработать уже к маю. За пару лет в порядок приведут дороги, на которых ничего не делалось минимум 10 лет. Естественно, масштабная реконструкция принесет временные неудобства. Но ездить дальше по таким улицам, как Новороссийская или Тургенева, невозможно, замечает губернатор. Эти транспортные артерии ждет капитальный ремонт. На Тургенева работы проведут на участке от Кубанской набережной до Монтажников. Улица Новороссийская преобразится на отрезки от Шевченко до Северной. Сделают и Восточно-Кругляковскую. От улицы 40 Лет Победы до Домбайской. Отдельно займутся подъездной дорогой к поселку Индустриальному. Однако в этих направлениях едет и транзитный грузовой транспорт. На время ремонта придется ограничить его движение в городе. А в перспективе, чтобы не развивать дороги, пустить в объезд Краснодара. Сколько бы мы денег не ложили, сколько бы мы не помогали, сколько бы мы их не тратили на дороге. Если мы не реализуем объезд именно транзитного транспорта в обход города Краснодара, мы опять через какое-то время вернемся к той ситуации, в которой находится. Транзитный транспорт мы должны ограничить в дневное время и уже большегрузный транспорт пропускать в ночное время. Конечно же будем делать расстановку сил, продукты, питание, скорпортившиеся товары. Они, конечно же, будут заезжать у нас в город. Мы с вами ехали, у вас полное понимание, что нужно делать в городе с точки зрения закрытия транзит. Давайте закроем транзит для больших грузов, которые идут через Краснодар. Но я еще раз подчеркиваю, меры должны быть действенными и меры должны быть результативными. Все время работать на дороге и выделять по 3,5 миллиарда ежегодно, конечно, это невозможно. За огромным финансированием должен стоять и тотальный контроль, подчеркивает глава региона. На всех ремонтных участках, к примеру, установят круглосуточное видеонаблюдение. Сегодняшнее состояние дорог, оно идет, что не людотворительное, оно кричащее. И горожан понять можно, когда они по этим дорогам разбивают свои автомобили. Жители Краснодара должны знать, какие конкретно дороги будут ремонтированы. Конкретно, вот дайте здесь прозрачность, чтобы они контролировали. И в какой срок. Ну, сейчас жители услышат сумму 3,6 миллиарда рублей. И, учитывая традиции и ментальность нашего чиновничества, они будут думать, а сколько же они распилят. Вот очень важно, чтобы все было прозрачно, в том числе и конкурсные процедуры тех компаний, которые будут делать ремонт. Приступить к самому масштабному в истории Краснодара дорожному ремонту планируют летом. Горожан к этому времени просят подготовиться морально, чтобы решить хотя бы одну из двух извечных российских проблем. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи тоже приступили к масштабному ремонту магистралей города. Еще в начале года было объявлено, что по заявке руководства курорта из краевого бюджета на эти цели выделяется 580 миллионов рублей. И вот обещанный ремонт начался. Слово Ринати Шипулиной. Накануне новое полотно укладывали в микрорайоне Макаренко. Работали бригады подрядных организаций и в Адлере. Сегодня ремонт дорожники ведут на улицах Леселидзе и Краснодонской. Подготовка к выполнению ямочного ремонта сделана, участки определены. А вот на мосту села Пластунка уложат новое дорожное покрытие. Тот ремонт, который сейчас мы проводим, ямочный ремонт и те улицы, которые у нас попали в список по ремонту по краевым деньгам, где улицы полностью ремонтируются, это безусловно улицы, которые требуют в первую очередь ремонта, то есть на них ходит общественный транспорт. Безусловно, это те улицы, по которым у нас есть обращение граждан. Дороги курорта в целом нареканий как со стороны горожан, так и гостей Южной столицы не вызывают. Мониторинг дорожной сети ведется. Улицы в микрорайонах города вносятся в план проведения ремонтных работ, в том числе по наказам самих жителей и депутатов городского собрания. Каждый день почти тут езжу, вот эти ямы, просто надоедает уже просто. Как-то, что ремонт ведется, это хорошо, наконец-то. Самое сложное, это у нас по горной местности дороги. По ровной еще как-то справляемся. Уличная дорожная сеть города из краевого бюджета получила более 600 миллионов рублей. На эти средства будет отремонтировано 96 дорожных полотен курорта. Одновременно 31 миллион – финансирование отрасли из городского бюджета. И эти деньги направят на ямочный ремонт отдельных участков, который будет проведен в два этапа – весной и в осенний период. В перечень объектов, которые будут отремонтированы на следующем этапе, внесен 51 объект. Это муниципальные дороги во всех районах Сочи. Работы планируют начать в сентябре после завершения курортного сезона. Список улиц, на которых в этом году будет выполнен ремонт дорожного покрытия, в том числе ямочный, размещен на сайте городской администрации с указанием периода проведения работ. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Соглашение о дружбе и сотрудничестве подписали главы Сочи, Уфы и Челябинск. Отныне города будут сотрудничать в рамках программы «Открытый юг». Анатолий Пахомов побывал на Южном Урале с презентацией новых туристических возможностей Олимпийской столицы. Нехватки в отдыхающих, поясняет мэр Сочи, у курорта нет. В прошлом году Олимпийскую столицу посетило рекордное количество туристов – 6,5 миллионов человек. Во многом этому способствовали такие личные презентации главы курорта, которые дали новый импульс в открытии чартерных рейсов и привлечении туристов. Поэтому необходимость в подобных турне по стране есть. Как известно, туристическая отрасль не приемлет стагнации. Поэтому подобные рабочие поездки по стране для руководства Сочи уже традиционные. Презентацию курортных возможностей нашего города для 250 туроператоров, турагентств и представителей бизнеса Урала провели 17 предприятий нашего города. Это крупные отели, горнолыжные курорты, санатории. Как в Уфе, так и в Челябинске сочинская делегация отметила, что в Сочи есть все в плане развлечений, но в первую очередь это медицинский и бальниологический курорт. Объясняя интерес города Сочи именно к туристам из Урала-Сибирского региона, Пахомов напомнил, что еще в советское время жителям этих территорий рекомендовалось ездить на оздоровление к Черному морю. Сегодня нужно вернуть хорошую традицию, когда труженики металлургических комбинатов, заводов, труженики нефтеперерабатывающих заводов обязательно раз в году оздоравливались именно в Сочи. Город Сочи и наши санаторно-курортные учреждения готовы эту работу осуществлять по себестоимости, а это значит, что цена дня пребывания в санатории Сочи с трехразовым питанием и лечением будет стоить от 1400 рублей до 2000. Эта программа «Открытый юг» действует в межсезонье и обеспечивает санатории полноценной загрузкой. Градоначальники выразили надежду, что соглашение поспособствует разработке взаимовыгодных проектов, развитию малого бизнеса и укреплению связей в областях культуры и молодежной политики. Сейчас Уфу и Челябинск связывает с Сочи чартерное авиасообщение. Летом при необходимости количество рейсов увеличат. Далее у сочинской делегации по графику Пермь и Тюмень. Мусора в Сочи становится меньше. Контейнерные площадки стали заметно чище, сокращается и количество стихийных свалок. К такому выводу пришел первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Сегодня он совершил облет над курортом и зафиксировал, в каких районах еще нужно поработать. А наша съемочная группа решила сделать свою проверку. О результатах расскажет Татьяна Говоркова. В иллюминаторе вертолета курорт как на ладони. Лучшего способа проверки города на чистоту нет. Пару лет назад на территории Сочи, а это чуть больше трех тысяч квадратных километров, ежегодно оседало несколько тысяч тонн мусора, как правило, строительного. Его сбрасывали компании, не заключившие договоры по утилизации отходов. В борьбу с этой проблемой мэрия включилась в начале прошлого года, когда насчитывалось более двухсот стихийных свалок. Через пару месяцев показатели сократились больше, чем в 10 раз. В основном мусор оставался на частных и арендованных участках. Сегодняшняя проверка показала, мусора в Сочи становится меньше. Тем не менее, работать в этом направлении нужно продолжать. Чтобы было проще искать свалки, составляют адресный план. Все, что увидели сверху, заносят на карту. Много очень бросового мусора. Обнаружены несанкционированные свалки. В меньшем количестве, надо откровенно сказать, чем в прошлом году. Но, тем не менее, почти 20 свалок мы обнаружили. Результаты облета нанесены на карту точки, обнаруженные. Сегодня мы, уточнив их дислокацию, сообщим главам внутригородских районов, обеспечим их техникой для того, чтобы можно было оперативно ликвидировать несанкционированные свалки. Этот мусор будет убран и во время субботников. А вот появление строительного мусора на придомовых территориях в основном связано с действиями недобросовестных жителей, которые проводят у себя ремонт. Для устранения таких фактов на курорте созданы рейдовые группы. Представители муниципальных властей, ТОСов, домовых комитетов, квартальные совершают обходы по своим районам и выявляют нарушителей. Заметно улучшилась и работа САХа. Да, мы довольны работой. Где-то она хорошо. Редко бывает опаздывают. А так, в принципе, нормально. Мусора меньше нет, потому что люди грязные. А САХ молодцы, убирают хорошо. В принципе, довольны. Это да. А так везде чисто. Если люди себя как-то ведут, не очень культурно. Но, в принципе, убирают у нас. Все хорошо. Еще несколько месяцев назад позитивные отзывы от сочинцев вряд ли можно было услышать. Причина тому – невыполнение своих прямых обязательств руководства мусоросортировочного завода. Под их же управлением был ИСАХ. С 1 марта комбинат исключили систему утилизации отходов, а спецавтохозяйство перешло в руки мэрии. Результаты такой перемены стали видны за пару дней. Посетив ряд улиц Центрального района Сочи, можно сделать вывод, что в целом картина одинаковая. Контейнерные площадки чистые, вывозится весь мусор, в том числе и строительный. Увидеть можно только автомобильные шины. Но это не прерогатива САХа. Об этом должен позаботиться сам хозяин. Тем более, что в Ардане есть специальное предприятие. Кроме того, на контейнерных площадках часто видно и торговые отходы. Раздельный сбор мусора и установка контейнеров для ТБО и вторсырья, к чему и стремятся городские власти, все это будет бесполезным, если сами люди не начнут заботиться о сохранении чистоты. В большей части это касается предпринимателей и рыночных торговцев, которые оставляют мусор у контейнерных площадок, а платят за вывоз их отходов жильцы соседних домов. Хотя юрлица в том числе обязаны заключать договоры на услуги САХа. Нарушителей без документов и являют в ходе регулярных рейдов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочинцы отозвались на инициативу главы региона Вениамина Кондратьева и мэра Сочи Анатолия Пахомова провести уборку придомовых территорий в течение двух месяцев. Поэтому во многих дворах уже чисто и жители начали на зеленых зонах высаживать цветы. Сегодня утром работы начались и на улице Красноармейской. Субботникам предшествовали встречи в ТОСах, где четко договорились и разбили весь город на участке. Везде есть ответственные, которые знают, где нужна масштабная уборка с привлечением сил управляющих компаний и машин в САХ. Провели расширенное заседание Совета нашего микрорайона с участием активных домкомов порядка 35-40 человек. Обсудили эту тему благоустройства, определили такие болевые наиболее точки. Вот здесь, например, во дворе дома номер 39 на улице Красноармейской сразу видно, что люди бросают мусор куда попало, а убирать все равно приходится самим. Да не один день, а вот уже четвертый. Завтра на субботник выйдет еще больше жильцов этого дома. Приведут свои подъезды, покрасят, побелят, помоют. Потому что весна, потому что мы ждем гостей, хотелось бы, чтобы наш город был чище, убраннее. Там, где приватизированы квартиры, земельные участки и придомовые территории, являются собственностью жильцов, но почему-то об этом некоторые не задумываются и мусорят у себя же. Но не все, конечно, равнодушны к тому месту, где живут. Вот на соседнем участке деревья, которые считаются аварийными. Жители уже получили все поробочные документы. Теперь нужны силы и средства для спила. Мы живем, как на вулкане. То есть, если это дерево тоже вот там рухнет на провода, здесь на газовую трубу, на крышу, побьет окна людям, мы, я не знаю, как будет. Мы просим администрацию, город, чтобы или кронировали, если там оно живое, пусть кронируют. Потому что здесь очень много по этой территории таких деревьев. Инициатива жителей поддерживается. В районах администрации принимают заявки на вывоз мусора и направление дополнительных сил и средств для уборки территории. Уже завтра десятки тысяч сочинцев выйдут на городской субботник. Всех жителей просят навести порядок в своих дворах. Домкомам бесплатно выдают саженца для благоустройства своих придомовых участков. В пример, опять же, можно поставить дома на улице Донской, 58 и 60. Дворы, где и сами жильцы любят чистоту и уважают труд дворника, стали популярными среди соседей. Елена Всецина, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ. Учителя года сегодня выбрали в Сочи. За звание лучшего в этом году боролись 40 номинантов из 28 образовательных учреждений города. В финал вышли 9 педагогов. Перед финалом педагоги преодолели несколько этапов конкурса. В ходе состязаний учителя презентовали свои методические портфолио, размещали их на интернет-ресурсах, провели педсоветы, семинары и даже уроки в незнакомых им классах. В рамках финального испытания учителя представили проект мастер-класса, где на практике показали, чем интересен, уникален, полезен их педагогический опыт. Ольга Лесина, преподаватель иностранных языков, подготовила программу обучения детей, будущих волонтеров на тему того, как представить наш город гостям. Что же касается конкурса, говорит педагог, причин принять участие в нем было несколько. Это рождено комплексом моих личных амбиций, то есть я хочу состояться, наконец-таки закрепиться, и мои коллеги меня в этом поддерживают. Я готова работать и надеюсь, что у меня это получится. То есть самое основное – это пройти через испытания, проявить себя. Каждый из этапов конкурса, по сути, дал возможность участникам не только показать свои сильные стороны как педагогам-практикам, но и раскрыться как личностям, продемонстрировать, насколько глубоко они понимают тенденции и проблемы современного образования и умеют находить решения. У нас каждый год обязательно есть яркие представители наших учителей, предметников и кубановедения, и основы православной культуры. Есть обязательно наши представители, которые занимают призовые места в крае. Ну и, конечно, это хорошая система для всех остальных наших педагогов, которые не вышли в этом году на призовые места, но, тем не менее, они получили этот социальный опыт. У них есть стремление к совершенству. После подведения итогов по всем конкурсным испытаниям лучшим в номинации «Молодой учитель года» стал преподаватель истории и общества знания 95-го лицея Роман Олентьев. А представлять Сочи на краевом этапе конкурса будет победитель в основной категории «Учитель года» историк 25-й школы Лариса Павлова. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Музей спортивной славы Сочи сегодня пополнился новыми реликвиями. Еще одна страница в истории спорта города посвящена выдающемуся сочинскому спортсмену, заслуженному тренеру по баскетболу Юрию Ивановичу Пахмутову. Сегодня ему исполнилось бы 80. Почтить память наставника сотен сочинских ребят пришли коллеги, ученики, друзья и родственники. Сегодня в честь 80-летнего юбилея заслуженного тренера семья Пахмутова передала в Музей спортивной славы курорта новые экспонаты – баскетбольный мяч и майку Юрия Ивановича. Мы все благодаря Юрию Ивановичу, скажем так, с детства были увлечены баскетболом. И этот человек, который привил нам эту любовь, до сих пор я помню его девиз, который был у него, не знаю кем, но просто выжжен на дверях, где лежали мячи баскетбольные. И вот там было написано, что тот, кто не хочет, ищет причины, а тот, кто хочет, ищет возможности. Вот для многих это стало девизом. 50 лет Юрий Пахмутов посвятил развитию баскетбола в Сочи и до последних дней жизни тренировал юных сочинцев в спортшколе номер два. Вырастил таких известных российских спортсменов, как братья Пашутины Вячеслав Дубко. Сегодня отмечают представители спортивной отрасли. Баскетбол в городе популярен в том числе и благодаря ему. Этим видом спорта в Олимпийской столице сегодня занимается 5000 человек. Конечно же, мы говорим в этом музее о том, что без истории не может быть будущего. Мы чтим, мы помним те достижения, которые добивались наши сочинские спортсмены. Нам приятно, что сегодня это мероприятие проходит здесь, в музее, который уникален тем, что рассказывает об истории развития сочинского спорта. Гордимся тем, что у нас постоянно пополняются экспозиции. Нам всегда есть, что рассказать тем гостям, которые приходят сюда. 29 марта в детско-юношеской спортшколе номер 2 на улице Паярка, а именно там, где и работал Юрий Пахмутов, снова вспомнят своего наставника. Там пройдет турнир памяти заслуженного тренера. В Сочи собрались лучшие яхтсмены страны на курорте «Данстарт» новому сезону Национальной парусной лиги. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия турнира и прошла жеребьевка на первые гонки. За ходом соревнований наблюдала Ольга Десятого. Два дивизиона, 15 этапов и невероятная борьба в знаковых городах нашей страны. В Сочи сегодня дали старт четвертому сезону Национальной парусной лиги. В этом году масштаб мероприятия организаторы называют грандиозным. Теперь лига будет состоять из двух дивизионов – высшего и премьер, в которых пройдут 8 и 7 этапов соответственно. В вышке за кубок будут сражаться 27 команд. В их числе обладатель переходящего кубка лиги – екатеринбургская команда «Повелитель паруса Европа». Эти их смены, кстати, чемпионы сочинского этапа прошлого года. И потому уже знают секрет успеха. Нужно взять хороший старт, быстро сообразить, где ты находишься, свое положение, и выйти уже на марку первым, сохранить преимущество. Наверное, вот эти навыки помогли нам в прошлом году выиграть с большим преимуществом. Повторить успех и в этом году екатеринбуржцам будет непросто. В Сочи приехали лучшие команды от Владивостока до Калининграда. Более 200 самых сильных парусников. Очень сильные команды, очень сильные соперники. Поэтому победить будет очень сложно каждому из участников. Радует, что к нам присоединились еще несколько команд, которые гонялись в Европе. Они поменяли Европу на Россию. Поэтому мы думаем, что будет очень сильная лига. Команды готовят паруса, проверяют снасти. Гонка предстоит непростая, ведь сочинская трасса считается достаточно сложной. Старт регати Дан. В море вышли первые 9 команд. Как говорят сами спортсмены, нужно включаться с первых секунд. Цена ошибки на старте крайне высока. Ведь дистанция очень короткая, ее яхтсмены в среднем проходят за 12-15 минут. Да еще и скорость ветра постоянно меняется. Особенности местного рельефа. С ними хорошо знакома команда Краснодарского края «Регион-23». На предмет того, повезет нам, не повезет, мы, конечно же, готовились. Я думаю, приложим все усилия. Во-вторых, «Регион-23» – это команда Краснодарского края. Надеюсь, родные стены нам помогут немного. Ну и психологически мы готовы к борьбе. В Сочи и Севастополь два морских этапа лиги. Остальные в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде будут проходить на озерах. Ну а накануне только Кубок чемпионов Национальной лиги, но и путевка на мировую. Гонки в рамках первого этапа высшего дивизиона будут проходить сегодня и завтра. Но уже 30 марта в Сочи прибудет еще 18 команд. Это участники дивизиона «Премьер» Национальной лиги парусного спорта. Покорять южные волны и ветер они будут до 2 апреля. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.